станция советская поезда коммунистические китайские полусоветские замок 14 века немного немало лиды сверху культурноса доли поперёд я командир и начальник я командую как снимают если снимать взять камеру сделать делать нужно либо в качестве либо никак как тысячи лет назад технологии были такие мощные что до сих пор все держится а сейчас делаются не все разваливаться вот как воду раньше забирали вот соответственно крышка но она припечатана на шурупах ты и не отвинтишь маска лондонского палача это получается тоже маска черта вилка юридика и так продолжается дегустация лидского пива перед нами пшеничная алкоголическая с горчинкой светлая крепкая пилснер или бог знает какое и вот новый герой темная лидская темная слида или следы кстати звучит так как будто я в лиде нахожусь хотя по сути дела такие если склонять лида как женскими но это город лидов в гродненской области в центральной беларуси станция советская поезда коммунистические китайские полусоветские все эти дни все эти дни идет дождь либо моросить либо ебашит вообще сплошнее шливень и вот тому доказательство эти огромные лужи и слава тебе господи сейчас вот он прекратился был ливень буквально полчаса назад мощнейший и вот пока сейчас вот не моросит мы вот на полной скорости включаем быстрая скорость быстрая скорость 5 передача быстрая скорость осмотреть город посмотреть соответственно что замок церкви храмы монастыри все что есть в этом древнем городе литовском белорусский синий поездок мой любимый поездок прошу пожалуйста красота и советский поезд а может быть и российский хз пожалуйста поезд но вот мы и пришли главные достопримечательности лида лидский замок построенных рюнвальдом потому что мы на крюнвальдской улице а грюнвальд построил вильно лида и еще что-то там я забыл лидский замок вот такое вот средневековое сооружение видишь технология строительства да вот раньше было это камни обязательно в луны да то есть какой попадется где откуда раствор заеборенный хороший пруды сделали смотри классный видишь технологии строительства такая была средневековых замков ладья обязательно тоже там представлена и пруд тебе чтобы немножко освежиться и все это в пасмурный такой относительно день ну слава богу не дождя пока еще а тут скоро пойдет поливать вот но это все в перемешку идет с кирпичами причем и современными кирпичами потому что видишь части на видим было разрушено и они ебанули кирпичи смотри причем самые новые обычных глиняные кирпичи ли лицкий замок был построен по поручению князя гедемина а в 1323 году замок был сооружен из бутового камня и кирпича имел в плане форму неправильного четырехугольника из-за пожара в 1891 году особо исторических памятников архитектуры в лиде не осталось и несомненно лицкий замок огромная историческая ценность этих мест несмотря на то что большая часть его это плод длительных постоянных реконструкций замок 14 века немного немало лиды сверху которым древянные дома ремесла касса здесь есть так а что за касса а организованных групп а понял входной билет студенты школьники замковый двор на армию снимай нет не по сторонам смотри меня снимай елочки пушистые говорю если он сказал что нибудь делать значит делать надо как как положено доли поперед я командир и начальник я команду как снимаю если снимать взять камеру сделать делать нужно либо в качественно либо не как сразу вот 9 рублей то сколько у нас 270 ладно нормально лишь надо тоже такое все поддерживать в порядке такое заведение реставрировать заботиться о нем это кто у нас литовский миндов к нельзя да почти великий князь господи скультиме всех не запомнишь а вот этот вопрос у меня кирпич ржановый современный кирпич то есть получается устанавливали да то есть грубо говоря башня была такая разрушена его вся крепость где-то процентов 30 сохранилась дали сколько помощь доброе утро добрый 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 вечер или день такой погон не поймешь вечер или день дождливая а я теперь для меня только дошло мы получается 9 рублей платим за что за вход в музей правильно а самый замок можно посмотреть бесплатно на его нет и рубля а если будут билет купили 9 рублей то сейчас как а тогда все вопросов нет тогда вопросов нет вот у меня был то и вопрос по поводу даты кирпича деву изготавливают этот кирпичишь понять что новый кирпич да а где его белорусский кирпич лечил этот кирпич ну да я вот про этот про который вот древний но только древний доме или давно а вот вот там древние но кстати прочнее выглядит я очень удивляюсь я не могу понять как тысячу лет назад технологии были такие мощные что до сих пор все держится а сейчас делается разваливать рассыпается но как вот делали до сих пор кирпича видят его не разобьешь просто конечно а вот этот просто глины как тело за собой вот смотри вот вот смотри вот эта форма получается под кирпич вот мастеров они взяли сообразили на троих минувшую выпили серого без этого никак ну тогда было вино вино хлебное вино пиво как у нас без этого дела на руси без этого поэтому никак продолжается путешествие по лицкому замка мы средневековье полностью установлен но как оказалось но тем не менее от этого не являющимся предметом скажем так почему предметом объектом и и моё заговорил с объектом соответственно культурного наследия обязательно требует посещению и так идем вот эти соответственно видишь эти башни стражевые башни через которые соответственно осуществлялось ну как то есть смотровые такие башни то есть враг нападает еще что-нибудь неприятель чтобы знать соответствую защищаться вот они вот такие узкие окошки были специально чтобы не пролезть человек видишь пошла их страну доспехом а здесь шире что это внутренняя часть дворика если замок соответственно это но я не знаю где трапезно где они кушали там еще что-нибудь ремесленное еще что это окончание получается уже непосредственно самого комплекса лицкого довольно таки небольшой по площади могу вас доверить то есть это буквально это даже четверть футбольного поля где-то так по площади ну вот и очень интересный вот такой древний который сейчас не увидишь из трубов построенный колодец не могу слово вспомнить и надо будет язык заплетается хотя вроде алкогольную подрукцию продукцию не употреблял вот как воду раньше забирали вот соответственно крышка но она припечатана на шурупах ты и не отвинтишь вот погружался такой видишь под весом под массой он получается идет с ведром вместе погружается и потом вот так вытягивается вот он видишь да здесь далее соответственно что но это тоже веранда летняя из можно было покушать поесть сундук старый древний сундук пожалуйста внутри он абсолютно пустой даже не сохранилось ни белорусских зайчиков ни рублей деревянные столы потрясающие деревянные стульчики отлично красота обожаю опять древняя башня опять соответственно ворота двери куда нам без них мы их уважаем очень люблю подобного рода вид и а это за куток получается как раз таки чтобы подымать и открывать ворота вот он цепь накручивается они открываются потом айцепра скручиваются соответственно не опускаются вот мангал или древний гриль девари ли кабанов жарили варили и конечно же жарили и крутили на гриле но это мог быть кабан это могла быть свинья это могла быть соответственно мог быть олень там я не знаю все что мы добудем в лесу до служебный ad Это, пожалуй, самая жуткая часть не только замка, но и всех мест, в которых нам довелось побывать в Беларуси. Сразу же у входа нас встречает чумной доктор. Также в этом подземном помещении вас ожидает знакомство со специфическими экспонатами. Скрипкой сплетницы, креслом для допроса, кошачьей лапой и знаменитым испанским сапогом. Всего в камере пыток собрано более 30 средневековых приспособлений. В общем, камера пыток ждет вас. А готовы ли вы к экзекуции? Так, в общем, мы находимся, как мы думали изначально, в музее Лицкого пива. Заменитая фабрика, на самом деле, в городе Лида. Но облом в связи с барановирусом. Уважали барановирус? Ни в коем случае два дизлайка на двух человек. Но мы, естественно, в музей не попали, потому что овцы, бараны, фиксинации, все такое, все остальное. Вместо этого, соответственно, мы пришли в кафе. Кафе, ресторан, вот красивое место. Здесь, соответственно, можно недорого покушать. Она до 4 часов зайдет в столовую. Вот, соответственно, интерьер, весь под пивасик. И здесь немного сортов пива, на самом деле, да? То есть от светлого темного, я много что пробовал. Я вот вместо этого решил взять, на пробу вот. А вот светлая, я не помню, светлая пилка или сколько там, 5 градусов. И пшеничная, вот. И, соответственно, начинается дегустация, и все это делается под орешки. Да, я правильно говорю. Вот, начну с этого. Сразу на внешний вид. Мутненькая, да? Ну что, глаза бросаются внутри? Непрозрачное пиво. Вот светлая, прозрачная, но в основном приятен на вкус. Пробуем. То есть прозрачный. Запах. Вот такой запах сразу какого-то... Типа, дрожжами отдают. Но это сорт пшеничная, светлая. И от него какой-то такой послевкусивый. Оно какое-то с горчинкой, оно неприятное. Нет, дрожжами такой же. Мне такое пиво не нравится. Понимаю. Теперь светлая пилка, я не помню сколько там, 4, 8, 5 градусов. Пробуем. Это белорус, точно, я с алкоголиком. Это светлая пилка, лидерическое пиво. Поехали. Ваше здоровье. Ну, поинтереснее, хотя пробую вкуснее. Итак, продолжается дегустация лидского пива. Перед нами пшеничное, алкоголическое с горчинкой. Светлая, крепкая пилснер или бог его знает какое. И вот новый герой. Темное, лидское темное, хорошее пиво. С таким привкусом прикольным. Пшеничное, я сразу, я ему самый низкий балдаю. Я ему это 2,5. Просто не мой вкус, честно говоря, просто не мой вкус. Светлая, неплохое пиво. 3,5, 4,5. Темное. Вот темное. Я не знаю, либо особенности у варенья, либо чего. Попробуй. Приятный такой вкус. Прямо вот. Вот чувствуется хлеб какой-то. Рожь. Зажарили, да? Темное уважаешь? Уважение есть с темным пивом? Лайк. Темное, что там еще с темным пивом? Темное, опять с 5. 5, 4, ну 2 или 3 даю. Все. В общем, как говорится, приезжайте в Лида и с моими салтоголиками. Ну что же, мы покидаем средневековую Лиду и возвращаемся в столицу Беларуси. Но не для того, чтобы покинуть этот прекрасный край, а для того, чтобы отправиться в экскурсию на легендарный БелАЗ. Увидимся в следующей серии.